здравствуйте друзья утренний вопросик значит здравствуйте михаил и светлана у нашей семьи к вам житейский вопрос у моей 90-летней бабушки две дочери моя мама и моя тетя мама покинула отчий дом в котором до сих пор живет бабушка в 16 лет было это 50 лет назад значит мы соображаем что маме 66 хорошо всю жизнь бабушка жила для другой дочери моей тети купила квартиру гараж вырастила двух внуков оплатил их образование молодец тетя никогда от помощи не отказывалась принимала как должное моя мама живя в другом городе обеспечивала себя и свою семью сама была материально независимо ни от кого при этом все время помогала и маме и сестре материально постоянно приезжая в родной город продолжалось это до начала двухтысячных годов пока позволяла здоровье к тому же моя мама всю жизнь прожила со свекровью тяжелейшим по характеру человек наступил момент когда она уже не могла оставлять без присмотра старую свекровь и больного мужа и перестала навещать мать продолжая только созваниваться из-за того что моей тете приходится одной ухаживать за матерью уже на протяжении десятка лет сильно испортились отношения между моей мамы и моей тетей то есть у сестер как бы разлад тетя живет одна дети уехали а мужа нет ухаживая за матерью она получает за нее большую пенсию и помогает своим детям постоянно высказывая моей маме недовольство что она патологически устала ухаживать за матерью да мама физически по состоянию здоровья не может переехать к матери чтобы ухаживать за ней мы с мамой живем в другом городе и предлагаем тете нанять на бабушкину пенсию сиделку что тете категорически отвергать сама бабушка потеряв рассудок не узнает никого при этом физически активно вопрос нравственно ли мы нравственно мы понимаем что все должны ухаживать за бабушкой но если нет физической возможности то как быть и права ли тетя в том что отказывается нанять сиделку возможно она не хочет отдавать бабушкину пенсию сиделки потому что ее дети лишатся материальной поддержки вот такой вопрос да друзья я чувствую себя немножко вырванным из контекста ситуации потому что там когда говорят что бабушка получает большую пенсию а я все время вижу что вот люди пишут что пенсии какие-то нищенские что выжить на них вообще невозможно и так далее так далее я думаю а что что такая какая-то или какая-то особенная пенсию бабушки машина к это заслуженная или может быть просто вот эта крохотная сумма для них является существенно я даже не знаю что сказать но вот исходим из того что на местности это пенсия большая ну хорошо значит я хочу сказать что ситуация с тем что есть несколько детей и кто-то из детей живет с бабушкой и дедушкой да там с родителями а кто-то разъехался это настолько типично это настолько вот но но всюду повсеместно и разборки но не взять на разборки но вот недовольство некоторые что конечно вот а там там бабушка вот ему внуков подняла там и так далее вот у меня например да мама и папа мои родители у меня папа уехал в 14 лет из дома и дальше вот всю жизнь был один ну сам сам самостоятельно жил самостоятельно жил а допустим его сестра жила с родителями а моя мама наоборот то есть у нее тоже был брат и брат жил самостоятельно а мама жила ну не с бабушкой но рядом с бабушкой то есть бабушка частенько у нас жила и бабушка фактически но вырастила нас с братом значительной степени можно так сказать понимаете как получается но в данном случае тут две сестры и да то есть как бы если брат и сестра то мама как бы ближе обычной дочери а здесь две две сестры но одна уехала никто ни в чем не виноват никто никому ничего не должен но вот сложилось то хотя вот это вот понимаете вот я сама там на себе тащила вот допустим ей бабушка помогла там понять нянчить детей ну да да это жизнь то есть надо принять это идти дальше ее и не думать об этом но здесь собственно это и не проблема хотя как бы по истории по пересказу этой истории мы видим что эта тема как бы присутствует вот эта линия что вот та сестра вот ей досталось как бы больше внимания заботы родительской там и так далее значит что мне кажется здесь в этом изложении что мне кажется проблемным почему в этом изложении после других изложений мы не знаем мы не знаем что сестра скажет в другая доп я вас уверяю что она скажет что такое сильно противоречащие этой истории но ну допустим понятно значит что в этом деле сразу создает проблему как бы очевидно есть как бы движение что ли энергии такой от бабушки к дочери там от ну к маме так от мамы к внукам вот она как-то должно так двигаться и основной долг детей по отношению к родителям это забота о своих детях и люди пожилые вы можете часто наблюдать что пожилой человек у которого и ресурсов то никаких нет а у него все внимание на детей на внуков хоть он туда туда отдает хотя казалось бы они должны были бы может быть больше заниматься там бабушкой но 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 тем не менее это естественное движение энергии поэтому значит что здесь произошло та сестра которая уехала в 16 лет естественно она более самостоятельно я вам скажу в америке вот очень видно хорошо допустим смотришь на ребятам но я не в этом 25 лет вот этот ребенок который остался с родителями ходил в сити калыч вот тут с ними жил может даже продолжает жить или рядом живет через дорогу это по уровню самостоятельности самодостаточности небо и земля по сравнению с теми кто 18 лет уехал там конь в лос-анджелес в другой город там учился и так далее просто небо и земля и вот мы мы вот это небо и земля вот они у нас тут столкнулись в этом вопросе значит одна дочь уехала она самостоятельно и она начинает поддерживать маму сестру потому как же она же богатая она же достаточно у нее же там золотые горы она же может всем помочь она начинает им помогать значит я вас уверяю что ну мы я не знаю там рядом не стоял но так я подозреваю из жизненного опыта что вот так же как например одна сестра говорит что там бабушка всю жизнь отдала там другой сестре вырастила и детей построила квартиру и так далее точно так же другая сестра говорит свою очередь что вот сестра самостоятельно недостаточно помогала ни бабушке ни сестре которая значит была прикована к бабушке там или еще что-то вот у нее и мужа нет наш вот у той хоть и больной там она ухаживает но у него есть муж семья а у этой вообще ничего нет она недостаточно помогала вот я я так понимаю вот это движение энергии которое у них сложилось то есть чем больше она давала бы туда тем тем больше бы возникало у людей ощущение что им не додали вот это вот тема не додали откуда взялась а она взялась от неправильного движения энергии она фактически удочерила свою сестру и свою маму и вот вот собственно и все и вот оттуда вот этот вот конфликт значит та сестра недовольна значит а у этой сестры нету сил и мы понимаем абсолютно вот вот женщина которая пишет я не знаю там какого возраста народ да но если бабушки 90 значит маме этой девушки 66 может быть самой девушки там но я не знаю там сороковник да вот и она эту историю так рассказывает значит этическая сторона вот вот в чем состоит значит что ее беспокоит она говорит понятно что все должны ухаживать за бабушкой вы знаете чего и да и нет и да и нет то есть есть определенный долг да и нравственный в том числе не только материальный значит у детей по отношению к родителям но безусловно есть какие-то системы что ли нравственные да где дети должны положить свою жизнь на то чтобы родители там за ними ухаживать ну что сказать ну ну да есть то есть это это уже семейное это не то что вот общество в котором мы живем вот в нем вот такие нравственные нормы нет в обществе в котором мы живем таких нравственных норм нет это может быть вашим семейным может быть вас вырастили так что за человеком который никого не узнает там должны ухаживать должна ухаживать собственная дочь которая сама пенсионного возраста там и так далее и потом когда мы говорим про уход разные бывают уход значит одно дело какое-то время проводить там заботу ласку там и так далее и другое дело ну знаете как вот здесь чисто техническая работа там прибрать здесь вынести здесь помыть и пошло и поехала и как бы работа по уходу это грязная тяжелая работа она еще и низкооплачиваемые тоже вот я допустим смотрю в сша например она не требует какой-то там особые серьезные квалификации но она требует быть вот таким человеком который легко нормально это делает очень многие люди не в состоянии не в состоянии ни за кем ухаживать понимаете и это естественно это не то что они плохие люди от этого они просто не могут они не в состоянии вот и так же одни люди не в состоянии там допустим математикой заниматься другие люди не в состоянии там кайлом значит долбать а есть люди которые не могут ухаживать поэтому значит тут вопрос чем значит есть бабушка у бабушки есть пенсия и мы не знаем да в данном случае вот из этого письма только поскольку как бы этическая и нравственная мы не знаем например дочь которая живет с бабушкой насколько у нее превалирует моим моменты финансовые вот или же например это такой дочерний долг то есть она считает себя обязанной быть с мамой там или что то такое может это и другое присутствует вместе я не знаю но если речь идет о том что ей тяжело физически тяжело это делать что она это не только физически это морально очень тяжело господи это я как человек который но уже в таком возрасте я уже насмотрелся вы не представляете моих родителей уже нет на свете вот у светы мама 94 года но не 90 да вот 94 будет через пару недель и что я хочу сказать это тяжелый нравственный труд понимаете вот вот такую работу выполнять поэтому если сестре безумно тяжело или там что-то такое значит она должна но если не с ней не не полностью отдать это кому-то кто выполняет наемному работнику кто будет это делать но частично отдать частично отдать мы не знаем например что бабушка 90 летняя там морда ночью как может быть и надо помочь там может она сама не может там в туалет пойти или перевернуться с одного бога на другой вроде нам говорят что она физически активно я не знаю но но понимаете но есть уход и да это что ж теперь делать и если тебе тяжело значит ты нанимаешь помощь это я же должен полностью самоустранить куда-то там и так далее не обязательно поэтому нету такого как сказать общепринятого вот один человек у которого нравственная проблема спрашивает другого человека в данном случае меня по поводу нравственного нравственной проблемы вот нравственно это нравственно то нравственно все и я я хочу сказать что такой общей нравственности нету которая бы говорила что надо быть сиделкой понимаете но это может быть выбором конкретного человека вот допустим дочь которая всю жизнь живет с мамой так она живет всю жизнь с мамой у нее мужа значит нет у нее дети разъехались это значит что она может если хочет она может все свое внимание энергию силы и так далее посвятить маме и конечно я хочу сказать если бы мама допустим было ну в таком в ясном сознании наверное бы им было проще они бы там общались как-то или что-то это было бы и дочери проще и она бы может быть понимала лучше что то что она делает осмысленно понимаете то есть мама ценит маме лучше понимаете мама мама есть такое понятие качество жизни да вот качество жизни мамы лучше она не в доме престарелых там с какими-то чужими людьми она собственной дочерью и она это знает и от этого лучше это от этого фактора тоже нет понимаете поэтому это ее выбор ее личный выбор ни один человек на свете не может свой личный выбор включая нравственный эти переносить на других людей и типа они ему обязаны там или что-то но еще раз в силу того что самостоятельная сестра приучила несамостоятельную менее самостоятельную сестру к тому что она как бы ей должна а когда ты всю жизнь человеку должна не вдруг выясняется что ты не должна это рассматривать как предательство как как вот что такое значит мало того что всю жизнь мало давала так теперь вообще значит на меня все бросила знаете а это ее выбор вот собственно и все я исхожу из того что в письме написано что размеров пенсии достаточно чтобы там нанять сиделку дамы так далее но если бы не было достаточно этой суммы не было достаточно тогда сестры например должны были бы скинуться деньгами чтобы нанять сиделку и я думаю что так вот предполагаю предполагаю что если бы значит более самостоятельная сестра сказала бы менее самостоятельной сестре ты знаешь чего не парься тебе сложно давай я тебе дам денег и ты наймешь сиделку да я вас уверяю что она бы согласилась потому что никакого никакого нет элементарно разумного и в том числе этического основания отказаться от помощи человека который берет на себя какую-то физическую нагрузку вот вот собственно и все поэтому так так мне кажется если меня спросить значит она считает что самостоятельная сестра могла бы денежкой поучаствовать а так получается что это вынуждена сама но еще раз я не знаю она может быть может быть дело не в деньгах но с другой стороны она их забирает тут правда вот говорят что она их забирает чтобы помогать своим детям и я не удивлюсь если это так это очень естественно помогать своим детям помогать своим внукам но естественно сестре же помогать то но у которой своя семья свои дети свои там все дела и чё чё сестре помогать она что нуждается что она своим детям помогает она это ее ресурс все что есть у мамы это ее ресурс у мамы никогда своего ничего не было мама ей там купила квартиру мама и вырастила детей мамой ну да все что есть у мамы это ее и вдруг получается должна свое отдать а а сестра там будет значит за ее счет можно сказать прохлаждаться поэтому заканчивая вот этот разговор поскольку я уже тут приехал на работу заканчивать разговор я я бы сказал так что терзаться не нужно вот где женщина которая нам пишет и я не знаю там насколько у ее мама есть терзания но вот женщины переживают может быть и мама переживает может быть мама перри которая взяла на которую удочерила их всех переживает что она не может своим удочеренным помогать значит также как она раньше им помогала может быть она чувствует что у нее долг такой знаете мы в ответе за тех кого приручаем может быть это тоже там присутствует и так далее поэтому значит мой мой совет такой не не терзайте себя не мучьте себя не не берите на себя ту роль которая вам не принадлежит на самом деле вы не должны быть в этой роли вы не должны учить удочерять бабушку вы не должны удочерять сестру то что вы переживаете говорит о том что вы нравственные люди что вы как бы для вас это важно для вас важно быть нравственно состоятельными чистыми и так далее и это то это здорово хорошие люди вы как бы близко к сердцу это все принимаете но поедом себя есть не надо и что касается отношений с сестрой ну вот еще раз есть если вы можете материально да если вам не сложно там я не знаю сколько это стоит насколько это обременительно если вы можете сестре предложить там кажет какую-то сумму туда тете значит то или скажем половину суммы от сиделки чтобы она с ней сидеть сидела но с мамой как-то но сестра чтобы она с мамой была рядом но это не было бы ей так обремительно физически я понимаю что если этой сестре 66 то той сестре может быть там и 64 явно на пенсионном возрасте но где-то я не знаю она младшая старшая но в всяком случае это тоже пенсионерка и она тоже могут и здоровье не самое лучшее и так далее давайте поэтому чё что сказать значит самое простое что они могут в этом смысле сделать это если есть деньги то поделиться там какой-то суммы и я считаю что это вполне такой нормальный дочерний долг который она может ну она может внести как бы в кассу находясь далеко от мамы находиться далеко от мамы обычное дело я я например считаю что как бы на нас такое благословение божье было что родители с нами рядом прожили последние там 15-20 лет своей жизни мы были рядышком на пятачке и у нас была возможность вот общаться когда мы жили в москве например у нас была квартира ну если на транспорте так наверное час двадцать надо было добираться до родителей а если на машине так тоже минут 45 пока доедешь в общем мы в москве гораздо больше были разобщены чем например здесь вот у меня тут на пятачке там здесь родители жили через дорогу от них брат тут вот рядом в лусалтос жил я буквально мы за 15 пешком можно было обойти там сказать всех троих но но вот папа мой например вот как уехал 14 лет но он наезжал иногда он не каждый год приезжал к родителям но иногда наезжал вот и и и так вышло понимаете а трудности по уходу вот в основном да когда когда нужен был уход то что у него была сестра которая жила с родителями на нее на нее легли эти трудности слава богу что один из детей есть рядом и может может что-то сделать поэтому что тут сказать еще раз как практический рецепт я хочу сказать первое вы себя не травите то и второе если можете деньгами скинуть значит скиньте деньгами и это будет и и сестре облегчение тете будет облегчение и вам тоже морально будет какое-то облегчение если нет денег тогда конечно другой вопрос не знаю не знаю что сказать счастливо